Как вы знаете, сейчас Кайри в анти. Он счастлив, максимально свободен и имеет полный креативный контроль в стремлении создавать кроссовки своей мечты. Кроссовки, про которые он ни за что не скажет, что это дерьмо. VF5 это именно та самая модель, которую люди ассоциируют со звездным защитником Далласа. И пусть в обзоре представлена обычная, а не про-версия, дизайн у кроссовок схожий, а отличия составляющих их технологий не назвать критичными. Возможно, именно эти кроссовки склонили дядюшку на заключение контракта с Антой. Из сегодняшнего ролика вы определенно узнаете, насколько хорошими кроссами оказались VF5. И достойны ли они того, чтобы стать нулевками одного из лучших баскетболистов на планете. Привет, друзья! Что такое нулевки? Я рассказывал вам вот в этом своем ролике с покупками. В нем же я поделился своими первыми эмоциями касаемо шок VF5. Это и не лоу-кат, и не мид-кат. Скорее, что-то посередине. Раньше подобный размер называли 3 четверти. Кроссовки ладно собраны. Я, по крайней мере, не нашел абсолютно никаких следов небрежности ни снаружи, ни изнутри. А внимание к деталям – это прям отдельная тема. Так как очевидно, что в дизайн этих кроссовок вложено немало. Материалы. Говорил уже, что их выборы я не поддерживаю. Как по мне, использование вот этой прорезиненной синтетики во внешке – не самое правильное решение. На нашем рынке представлено немало расцветок данной модели. И вот серьезно, какую ни возьми, все они просто бомбезны. А что еще у кроссовок бомбезно, так это ценник, который опасно приближается к 18 косарям. Это, конечно же, дорого. Но с моим промокодом вам гарантирована 15% скидка на любую из расцветок этих пятерок. Сам промокод, как и ссылка на товар, будут ждать вас в описании под роликом. Шок Вейст 5 – это очередная игровая модель от Анто, которая смогла расположиться в весовом диапазоне до 400 грамм. Понятное дело, что во время игры вес кроссовок не отвлекает. Как всегда, с кроссовками этого бренда я взял свой привычный 9-й американский размер, соответствующий моему размеру в Найке. И, как всегда, не прогадал. На ноге кроссовки ощущаются, как в кисках. В хорошем смысле слова. Люблю, когда подгонка плотная. Но боюсь, что игрокам с широкой стопой могут потребоваться кроссовки на пол размера больше. Антошок Вейф 5 предлагает 7-рядную шнуровку, с которой нужно быть начеку, так как перетянут стопу очень просто. Признаюсь, у меня подобное случалось несколько раз. Вкупе с мощным задником фиксация превосходна. Но затягивать этих малых нужно плотно, а иначе возможно небольшое смещение стопы. При тугой шнуровке, понятное дело, никаком смещении не может идти и речи. Проблема в том, что сам-то я не любитель туго шнуровать свои игровые пары. И поэтому постоянно был вынужден искать золотую середину. Со временем мне это, конечно же, удалось. Перехожу к главному, на мой взгляд, недостатку данной игровой модели. К комфорту. Забавно, но при этом я не считаю, что эти пятерки прям дискомфортны. Пока я вас окончательно не запутал, спешу прояснить. Речь о дурацком материале внешнего покрытия. Всегда, когда я бегал в Антошок Вейф 5, я постоянно ощущал, как он образует дурацкую складку. Вот в этом самом месте. И эта долбанная складка постоянно напоминала о себе. Блин, никакой боли, конечно же, не было. Да и натирания и дискомфорта тоже. Просто внешнее покрытие, которое снова и снова давало о себе знать. Понимаю, что, возможно, это придирка. И у многих из вас подобного дерьма никогда не будет. И, тем не менее, я не люблю кроссовки, которые во время игры отвлекают на себя внимание. Баскетбольные кроссы должны быть такими, что надеваешь их на ноги и забываешь, сосед заточившись исключительно на игре. С пятерками, к сожалению, у меня так не было. Перфорации внешнего покрытия видны невооруженным взглядом. Они есть с обоих боков, в язычке и на пальцевой коробке. В пяточной области. И, вы не поверите, даже в стельке. Безусловно, вентиляция пятерок является их сильной стороной. Благодаря всем этим перфорациям осуществляется классный воздухообмен. Особенно это здорово с учетом возможного уличного использования кроссовок, о котором я порассуждаю чуть позже. Подошва кроссовок представлена достаточно грубой классической резиной и имеет сложный рисунок. Какая-то совокупность фигулек в пятке и в носке. Друзья, если у вас есть какие-то ассоциации на их счет, с удовольствием ознакомлюсь с ними в комментах. Попробовал эти кроссовки в нашем зале, где они по большому счету сильно меня не подводили. Но при этом назвать тракцию идеальной было бы нельзя. Заскочил как-то в свою альмаматор, а зал там просто адов. Мало того, что скользкий собака, так еще и пыльный. И вот там я прям хорошо подскользил. Уверен на слово мо, это бросается в глаза. В любом случае, тракция приемлема. Но с учетом повышенной жесткости материала подметки, неудивительно, что кроссы временами проскальзывают. Все-таки они явно ориентированы на улицу. Начну со стельки, которая в этих кроссовках извлекаемая. И при желании запросто может быть заменена на кастомную. Сама стелька имеет минимум набитки. В основе амортизации Antoshok VF5 замечательная пена Nitro Edge. Расположена в этих кроссовках по всей длине стопы. Не скажу, что пены завезли прям дофига. Нет, это вам не номерные клей. При этом пены достаточно для адекватного гашения большинства ударных нагрузок. Но реальным бигменам амортизации может и не хватить. Мне же на амортизацию жаловаться было грех. Играя в пятерках, ничего себе я не пробивал. К тому же я получал достойный возврат энергии. Поэтому мои стопы были постоянно заряжены. Как я сказал ранее, в кроссовках было использовано не так много пены. Из-за этого ноги расположены невысоко над игровой поверхностью. Именно поэтому чувство корта в Antoshok VF5 представлено на очень высоком, пусть и не на топовом уровне. Дизайнеры сделали эти пятерки надежными кроссовками. Взгляните, они обладают очень мощным скрытым задником, дополненным внешними пластиковыми накладками. Идем дальше. OutRigger. Он достаточно ригидный для того, чтобы не деформироваться под боковой нагрузкой. Как было с предшественником. Пластина в midfoot. Их тут не одна, а сразу две. Признаюсь, я очень люблю подобные решения. Ведь благодаря нему кроссовки предлагают высокую защиту от скручивания, без ненужного перехода в излишнюю ригидность. А еще Antoshok VF5 имеют вот эти наружные пластиковые бортики. Они в свою очередь сдерживают стопу при резких латеральных остановках. И напоследок одно из главных достоинств Antoshok VF5. Их носкость. Да, ребят, эти кроссовки наверняка прослужат вам не один игровой сезон. На моей паре практически и следов износа-то нет. Рисунок разве что на стельке стерся, да небольшие еле заметные церапульки на боковом пластике. При этом с подметкой нет абсолютно никаких проблем. Так с ней никаких проблем и не будет. Причем даже на улице. Как я сказал ранее, подошва этих кроссовок настолько жесткая, что с большой вероятностью выдержит и крошку, и бетон, и даже асфальт. К сожалению, вот этот свой рейтинг уличных игровых моделей я делал задолго до появления данной игровой пары на прилавках российских магазинов. Сейчас бы они наверняка в нем прописались. Но друзья, что мешает вам приобрести их для себя на будущий игровой сезон? Шок ВФ 5 очередная очень достойная игровая модель от Анта. Кроссовки получились неплохо сбалансированными с минимальным количеством недостатков. Пятые шоки очень универсальная игровая модель. В том плане, что они наверняка придутся по вкусу игрокам на паркете, занимающим разные позиции и выполняющим разные функции. Из недостатков, пожалуй, отмечу лишь сниженную сцепку на пыльных зальных покрытиях, да странный выбор материалов внешки. Замени дизайнера его на банальный меш и впечатления от кросса были бы на порядок лучше. Про-версия, кстати, предлагает более крутые материалы внешки. И, как по мне, в игровом плане они наверняка станут, если не лучшей игровой моделью бренда, то уж точно в топ-5. Как говорится, поживем увидим. Лично мне неудивительно, что попробовав их в деле, Кари решил, что ему подходят не только эти кроссы, но и этот бренд. И пусть ему достались прошки, но его обычные версии достоинств хоть отбавляют. Это и крутая низкопрофильная амортизация, и классный фит, и высокий уровень естественности. Ну и вишенка на торте – это возможность уличной эксплуатации. Согласитесь, друзья, не часто встретишь кроссы с топовыми технологиями и характеристиками, которые бы не пасовали перед грубостью аутдорных покрытий. И пятерки как раз из их числа. И совсем не важно, где вы их себе присмотрите. На официальном ли сайте компании с моей скидкой? Дождетесь ли распродажи или урвете на поезда? Они наверняка порадуют вас во время многочисленных уличных баталий. На этом месте благодарю вас за просмотр через VPN, за ваши лайки, комменты и репосты. Ну и традиционно оставляю наедине со своими глуперсами. Ну и внешка на... Внешка на торте. Внешка на торте, боже мой. Лично мне неудивительно, что попробую хи... Надеваешь их на ноги и... Хороший летел. Их надеваешь на ноги и забываешь... Сосредоточившись... сосредоточившись исключительно на игре и поэтому и тем менее я не люблю когда красушки которые что они наверняка порадуют вас во время многочисленных во время многочисленных уличных баталий если хочешь быть богатым если хочешь быть счастливым оставайся мальчик с нами будешь нашим королем ты будешь нашим королем